В эфире у нас профессор кафедры химической кинетики, доктор химических наук, заведующий межкафедральной лабораторией Центр сверхклитических флюидов химического факультета МГУ имени Михаила Ильича Ломоносова Елена Николаевна Голубева. В прошлом году она выступала у нас, она рассказывала у нас как раз про вот эти сверхклитические флюиды. И если кто каким-то образом прослушал эту лекцию, призываю, приглашаю прийти и послушать ее в прошлогоднем курсе. Итак, мне сегодня хотелось бы рассказать вам немножечко об умных полимерах, как они доставляют лекарства и выращивают клетки. Этой темой я занимаюсь недавно, но мне она показалась и кажется очень интересной. Я с большим удовольствием вместе со своими коллегами занимаюсь этим в последнее время. И мне кажется, что это может быть интересно вам и вашим ученикам. И... И рассказ этот мне хотелось бы посвятить своему учителю Валерию Васильевичу Лунину, который был долгое время деканом химического факультета. Многие из вас его знают. Знают, сколько сил он отдал тому, чтобы химическое образование у нас в стране, ну, по крайней мере, уж не теряло тех высот, которые были когда-то. Сегодня я поговорю об умных полимерах. Умные полимеры по определению, еще их называют smart polymers. Они отличаются тем, что их свойства, свойства или свойства систем, которые их содержат, достаточно резко изменяются при изменении небольших таких факторов. Например, как температура, влияние электрического или магнитного поля, небольшое изменение pH под действием света. И вот, несмотря на то, что сегодня мы будем говорить о синтетических полимерах, на самом деле умных полимеров в природе, ну, большинство, они все достаточно умные. И давайте мы попробуем привести пример, я жду от вас в чате, пример такого природного полимера, который заметно, прям на глаз заметно меняет свое фазовое состояние при небольшом изменении температуры. Может кто-нибудь привести такой пример? Что это за белок? Пардон, что это такое? И как происходит этот процесс? Коллеги, пишите в чате, я передам информацию. Не совсем. Не совсем. Совершенно верно. Вот это правильно. Смотрите. Считайте, скажите. Я не слышу. Вот. Значит, действительно, это белок. И подавляющее большинство из нас варит яйца. И мы видим, что у нас прозрачный куриный белок при небольшом нагревании превращается вот в такую плотную белую массу. Это мы называем денатурацией белка. Некоторые более продвинутые знают, что такой же процесс может происходить, например, под действием кислоты. Вот эта денатурация, она мы, как правило, ее видим необратимой, когда мы уже получили сваренный белок, ну и употребляем его в пищу. Однако в более мягких условиях при температурах там не около 100, не при 60 градусах, а при температурах порядка 40 с небольшим градусом, денатурация белка также может происходить. В принципе, мы знаем, что у белка есть вот такая сложная, ее называют четвертичная структура. И под воздействием, например, температуры, это четвертичная структура, это такие компактные глобулы. Они очень маленькие, несмотря на то, что молекула белка сама очень длинная. И поэтому раствор белка кажется прозрачным. Но потом, если молекулы раскручиваются, если раствор концентрированный, они перепутываются между собой, то уже этот раствор становится достаточно мутным. И если мы немножечко до 40 градусов нагреем и потом охладим, то возможно восстановление исходной структуры белка. Вот такой умный полимер – белок. Но существует немало и синтетических стимул чувствительных полимеров. Есть те, которые изменяют свои свойства, например, растворимость при температуре. Причем тут тоже очень необычные свойства. Мы о них немножечко побольше, попозже поговорим. Они могут изменять свою растворимость при изменении PH, когда на них действуют окислительно-восстановительными агентами под действием света. Таких стимул чувствительных полимеров очень много. Мы будем сегодня говорить про растворы и гели полимеров. Растворы полимеров – это устойчивая такая однородная молекулярно-дисперсная смесь полимеров и низкомолекулярных жидкостей. И если, как говорят в полимерной химии, это хороший растворитель, то полимерные цепи, они просто отдельно одна от другой, если это не очень концентрированный раствор, они просто в этой жидкости каким-то образом расположены. И они называются, эти полимерные цепи, клубком. Хотя это не такой уж плотный клубок, когда мы говорим, например, о том, когда мы сматываем те или иные нити. Ну а гель – это система с жидкой или студнеобразной дисперсионной средой. И в них частицы этой фазы соединены в местах контакта либо химическими связями, либо силами межмолекулярного взаимодействия. И вот гелей полимерных мы знаем гораздо больше, чем растворов полимеров. И они применяются как там в строительстве, в медицине, в косметологии, ну много-много где. И, конечно, с этими гелями мы встречаемся на каждом шагу. Вот формы стимул чувствительных полимерных систем могут быть самые разные. Это могут быть гомополимеры, когда они составлены из мономерных блоков самых разных. Они могут быть блочными, да, половина ниточки. Один химический состав, половина другой. Может быть мультиблоковые, когда таких блоков много. Какие-то гибридные полимеры, которые содержат какие-то функциональные группы или ион металлов. Они могут быть устроены как звезды, как щетки, как мицеллы, как некие капсулы, как щетки. Их можно организовать в форме пленок, мембран, многослойных мембран, в форме микрогелий и разных других. Вот такая огромная возможность для того, чтобы конструировать разные полимерные материалы. Итак, что же такое у нас, почему мы называем их умными? Вот простейший пример. У нас есть вот та самая полимерная цепь в хорошем растворителе, которая в воде растворяется. Это водный раствор. Образуют водородные связи с молекулами воды. И цепочки живут себе совершенно спокойно. К ним относятся вот эта картинка, я надеюсь, что здесь более-менее видно. В вялочке здесь прозрачный раствор полимера. Когда мы нагреваем, мы получаем нечто подобное яичному белку. Видите, здесь эта вяла перевернута. И мы видим непрозрачная белая система. Что же произошло при этом? При нагревании водородные связи, они здесь достаточно слабые. Они разрушились. И благодаря гидрофобным взаимодействиям полимерная цепь скрутилась в плотные, огромные глобулы. И эти глобулы уже свет рассеивают. И вот мы получаем такую систему, которая является такой мутной. Мы можем охладить и опять получить вот такой прозрачный полимерный раствор. Это абсолютно обратимая система. И в большинстве случаев такие переходы происходят в интервале 1-2 градусов Цельсия. Вот для этого полимера, о котором мы будем потом более подробно говорить, все это происходит при 32 градусах Цельсия. Давайте подумаем, как же можно использовать такого рода вещи. Каким образом можно это использовать для чего-нибудь в медицине, в других областях? Есть какие-то предположения? Я жду от вас. Коллеги, пишите, пожалуйста, в чате. Спасибо. Затрудняетесь пока ответить? Ну что ж, тогда отвечу я. Областей применения у таких полимеров много и постоянно растет их использование. Значит, во-первых, то, что происходит вот такое помутнение, это же не только то, что взаимодействие со светом другое. Очень сильно меняется вязкость системы, то есть реологические свойства. И это используется в нефтедобыче. Но сегодня я об этом подробнее рассказывать не буду, но это очень и очень важная вещь. Это используется как в молекулярных машинах. Вот представляете себе, у нас есть какая-то полимерная система, и мы начинаем на нее светить светом. И где-то она начинает сжиматься или разжиматься. И у нас таким образом может порхать крыло, крутиться колесо, сгибаться протез коленного сустава и так далее. Вот такого рода вещи тоже можно использовать. Ну и одно из, наверное, главных применений – это биомедицинские технологии. Я расскажу об этом немножечко на примере такого полимера, как полиизопропиламид акриловой кислоты. Коротко я буду его называть панипан. У него вот эта температура перехода в твердое состояние его растворов и белий составляет 32 градуса Цельсия. У него, обратите внимание, так же, как в моей предыдущей картинке, есть группы неполярные. Это сама полимерная цепочка, вот эти вот метильные группы и полярные группы. И вот на такой вот его амфифильности и основан тот процесс перехода, о котором только что я рассказывала. А вот здесь вот данные 2017 года о публикациях, которые связаны, посвящены этому полимеру. И вот я хочу обратить ваше внимание, что это количество постоянно растет, и большинство из них посвящено медицинским применениям. И вот зелененьким, то, что здесь написано. И это что? Сейчас переведу на русский язык. Это доставка лекарств, это тканевая инженерия, это биосенсоры, это биоимиджинг, то есть это какая-то визуализация. Это какие-то микрофлюидные устройства, и это клеточная технология, будем так говорить. Значит, дальше. Какие же у нас требования к стимулочувствительным полимерам в биомедицине? Ну, во-первых, конечно, они не должны быть токсичными. Они должны быть биосовместимыми. Что это значит? Это значит, если мы почему-то помещаем это в организм, например, там, вшиваем или накладываем на какие-то части тела человеческого, надо, чтобы при этом не возникла воспалительная реакция организма. Это у них должно быть достаточно узкое молекулярно-массовое распределение. То есть полимерные цепочки не должны очень сильно отличаться по длине, а то у них начнет, может начать сильно отличаться вот эта температура перехода. И должна быть высокая адгезия белков и клеток. Какой же, значит, на чем основано биомедицинское применение стимулочувствительных полимеров? Значит, вот еще раз я показываю вам, какие они могут быть, основные, которые используются в биомедицине. Итак, первое. Доставка лекарств. Нам же с вами нужно бывает, чтобы лекарство либо выходило постепенно, либо вышло в какой-то момент, когда мы это стимулируем. Я об этом буду более подробно говорить, но смысл примерно такой, что у нас полимерный гель насыщается лекарством, и из него это лекарство потом может выйти в нужном месте в нужное время. На нем можно растить клетки, об этом мы тоже немножечко поговорим. И можно растить целые ткани, если у нас есть так называемые скафолды, то есть временные процессы, которые мы заселяем, например, стволовыми клетками, стимулируем их рост для того, чтобы создать ту или иную ткань. Таким образом можно делать самые разные органы, ну и прежде всего мягкие органы. Итак, контролируемая доставка лекарств. Вот один из примеров. Это противораковое средство, такое лекарство, доксирубецин. Очень токсичное для сердца и сосудов. Если мы его с вами выпьем, оно пройдет по крови, дойдет до нужного места, мы с вами, организм испытывает сильнейшее отравление. Многие слышали о том, что такое, какой ужас для многих химиотерапии. Это вот оно то самое. То есть если бы мы смогли лекарство сразу доставлять в нужный орган, и в нужном органе стимулированно каким-то образом его высвобождать, то тяжелые последствия химиотерапии для всего организма были бы снижены. Вот здесь пример одной из работ, которая показывает о том, как это можно делать с помощью полимерных гелей. Например, вводя эти полимерные гели в опухоль, стимулировать путем нагревания или специальными реагентами коллапс этого геля, его сжимание, и при этом у нас высвобождается лекарство, или если мы разрушаем этот гель, то тоже лекарство высвобождается. Вот один из примеров. Значит, можно что еще использовать? Если мы используем такой гидрогель, который у нас при комнатной температуре жидкий, а когда он входит в организм, значит, мы вспоминаем, что температура вот у этого пнипама 32 градуса, в организме у нас там 36-37, он входит в организм и становится твердым. То есть удобно его впрыснуть просто шприцом, ну, например, в сустав, там он становится твердым, он содержит, например, клетки нужной хрящевой ткани и залечивает повреждения. На мой взгляд, блестящее перспективное применение, которое только начинает развиваться. И еще одна вещь, которая связана с тем, что если мы будем получать сополимеры, то есть полимеры, которые содержат не только, ну, вот какой-то один мономер, а включать туда какие-то другие мономеры, то эти сополимеры будут отличаться по температуре перехода. И тем самым мы можем управлять высвобождением веществ. Я могу вам рассказать это на примере умной повязки. Меня эта работа, честно говоря, очень вдохновила. Что мы делаем? Мы получаем два типа наногелей. Одни из них содержат противовоспалительный препарат диклофенак, а другие содержат фактор роста. Диклофенак освобождается при температуре 38, а фактор роста освобождается при температуре 32. Эти наногели мы помещаем в некий такую сетку из природного геля, из альгината натрия. Это такой аналог, что ли, двоюродный брат крахмала. Эту повязку, вот такая получается у нас система, эту повязку мы накладываем на рану. Тут бедная мышка страдает. Температура воспаленной раны 38 градусов. И при этом у нас высвобождается только диклофенак. Диклофенак – противовоспалительное нестероидное средство, лечит воспаление. А затем, когда температура кожи опускается до 32 градусов, это нормальная температура, и нужна уже регенерация ткани, начинает работать фактор роста. И таким образом у нас эта повязка оказывается вот такой вот умной. Ей, в общем-то, управлять не надо. Это называется пассивное лечение. Но может быть и активное лечение. Ну, например, вы можете еще третий тип гелий сюда добавить, которые открываются, например, светом. Обычно это близкая ультрафиолетовая область. И если врач видит, что что-то не так идет, он может облучить просто инфракрасным, ближним инфракрасным светом. Он облучает это ближним инфракрасным светом, по сути дела, теплом, и высвобождается то лекарство, которое уже было у нас заложено. Может быть, его и не нужно было высвобождать в обычном случае, но в каких-то случаях такое высвобождение требуется. Вот что могут делать умные полимеры в медицине. Но полимеры такого типа используются и для тканевой инженерии, для получения клеточных пластов. Для чего нужны клеточные пласты? Клеточные пласты – это такой материал, на котором можно испытывать лечение разных болезней. Например, у вас есть какая-то группа клеток, вы раковых, например, и вы хотите использовать противораковые препараты. Или вы хотите, например, создать орган, то есть вырастить клетки где-то, получить много таких вот клеточных слоев, потом эти слои желательно отслоить, соединить их в какой-то нужной последовательности и получить просто, ну, напросто биологическую ткань, используя для этого клетки того человека, которому нужно сделать вот такое вот замещение. Это тоже очень перспективная область. Что делали до недавнего времени? Просто иногда механическим скребком это отскребали. Представляете, какое-то разрушение для клеток. Потом предлагали использовать ферментативные, сейчас наиболее часто используется ферментативное открепление, но оно тоже приводит к разрушению клеток. А если вы возьмете вот такой вот термочувствительный полимер, он гидрофобный при температурах выше перехода, то есть если у нас 32 температура перехода, при температуре 37 градусов, он гидрофобный. Клетки его более-менее любят, на него садятся, они растут на нем, но нам надо их как-то открепить. Что мы делаем? Мы понижаем температуру. Для клеток понижение температуры до 4 градусов Цельсия, оно сравнительно безболезненно. Полимер растворяется, набухает, и у нас клетки вместе с, ну, например, вонеклеточным матрицем, то, что называется, то есть то, что их окружает, прекрасно открепляются от подложки, всплывают, и тем самым мы можем получать абсолютно чистенькие, неповрежденные клеточные пласты. Вот. Казалось бы, все хорошо, но на самом деле всегда хочется, чтобы было что-то лучше. И поэтому я уже говорила, что нам хотелось бы, ну, например, менять вот эту самую температуру перехода. Это раз. Во-вторых, нам хотелось бы управлять и приживаемостью клеток, взаимодействием с клетками. И иногда нам не хватает вот этой биосовместимости. И поэтому нам нужно эти полимеры совершенствовать. А раз мы их совершенствуем, то нам нужно их характеризовать. И первое, что делают, когда их характеризуют, определяют вот эту самую критическую температуру растворения. Для этого существует немало методов. Вот здесь они перечислены, их достаточно много. Но, как правило, они практически ничего не могут нам сказать. А что же происходит вот с полимером, когда он претерпевает вот этот вот коллапс или, наоборот, набухание, растворение? Для этого угодятся некоторые микроскопические методы. Например, метод динамического светоросеяния. Но он говорит нам только о размере глобули. Но есть и помогают нам зондовые методы. Вот есть, например, спектроскопия электронного парамагнитного резонанса в рамках методик спинного зонда и спиновой метки. Есть флуоресцентная зондовая спектроскопия. Флуоресцентные зонды, они огромные, большие. Этот метод используют. А вот спиновые зонды могут быть очень маленькими. И тем самым они могут почувствовать образование даже самых маленьких неоднородностей при такого рода фазовых переходах. Я немножечко расскажу об удивительном методе, который позволяет вот этих опасностей избежать. Это метод электронного парамагнитного резонанса с использованием так называемых спиновых зонд. Спиновые зонды – это такие стабильные радикалы. Не буду подробно утомлять вас рассказом об этом сложном методе, но смысл его состоит в том, что если у вас есть неспаренный электрон, какой-то молекуле или частицы, то когда накладывается внешнее электромагнитное поле, то вот эти два его состояния, которые мы прекрасно и в школе знаем, да, у нас есть спин, плюс одна вторая, минус одна вторая, он начинает вот эти состояния, которые не отличаются по энергии, если нет внешнего магнитного поля, они начинают различаться и могут осуществляться переходы между этими уровнями. А если есть еще какие-то локальные магнитные поля, вот в случае вот этого спинного зонда есть локальное магнитное поле, которое создается ядром азота. Не будем тут подробно как-то входить. И у нас получаются достаточно интересные спектры, которые можно анализировать. И что можно получить благодаря этому методу? Можно определять концентрации, можно определять локальную динамику, ну, например, вязкость среды локальной, как у нас крутится зон быстро или медленно. Можно определять микрополярность, много что еще другое можно определять. И вот этот подход мы начали совсем недавно использоваться для такого рода исследования переходов в умных полимерах. Мы тоже в этом участие, я надеюсь, посильнее принимаем. Вот смотрите, вот этот спиновый зонт, он в средах с разной полярностью, у него немножко разное распределение зарядов вот в этой системе по связи НО. И это приводит, гидрофильной, гидрофобной среде, это приводит к тому, что спектры чуть-чуть отличаются. Но преимущества этого чудесного метода, то есть смотрите, они никак не отличаются по химическому составу. Когда мы говорим, например, БК, ОФ, спектр, если мы видим серьезное различие в спектрах, это должно быть различие химического связи, состава, образование каких-то комплексов. Это должно быть очень сильным химическим взаимодействием. Здесь нет химических взаимодействий. Здесь на самом деле только влияние полярности среды. А спектры отличаются очень сильно. И в одной системе, которая есть, например, гидрофильные, гидрофобные фазы, мы можем получать спектры, которые содержат, отличают той или другой частицы. Их можно делить и, не разделяя эти фазы, судить о том, что в этой системе происходит. На мой взгляд, это совершенно блестящие возможности. И вот эти неоднородности, которые мы можем исследовать, они достаточно сильно могут отличаться по своим свойствам. Они могут быть статическими. Вот зашла молекула внутренней однородности, неоднородность может расти, но при этом у нас ничего не происходит. Как бы у нас как зашел зон, он там себе сидит, живет, его становится все больше и больше. Но может происходить выход этой молекулы во внешнюю среду. Из неполярной полимерной среды во внешнюю полярную среду. Но могут быть еще более сложные эффекты. И вот мы показали, например, для того же самого ПНИПА. Спектры получили вот такого рода спектры. Они не такие красивые, как на предыдущих картинках, но тем не менее их можно проанализировать, разделить количество частиц, которые находятся в гидрофобной, гидрофильной среде. И тем самым определить, во-первых, температуру перехода, во-вторых, мы просто следили за соотношением зондов, получать коэффициент распределения разного рода молекул, что крайне важно для лекарств. Обнаружили, что неоднородность в данном случае статически. Спектр вот как был у нас, он никак не меняется. Но если мы вводим в полимерную цепочку фрагмент полимолочной кислоты, гораздо более гидрофобный фрагмент, то в данном случае мы получаем спектр, который похож на спектр второго случая. То есть мы видим, что в данном случае лекарство у нас может выходить, обмениваться с внешней средой. Если внешняя среда, например, разрушает лекарство, то это также становится очень важным, и это надо будет принимать во внимание. Итак, в данном случае у нас происходит обмен между гидрофильной и гидрофобной средой. Вот такие вещи можно получать с помощью прекрасного метода электронного парамагнитного резонанса. Спасибо вам большое за внимание. Я хочу сказать, что вопросов, связанных с умными полимерами, достаточно много. Есть вопросы, связанные с синтезом, и мы их пытаемся сейчас решать с использованием сверхкритических плюидов, о которых я рассказывала год назад. Есть действительно вопросы разного рода тестирования биологического. Так что мне кажется, что ваши ученики вполне могут быть заинтересованы в том, чтобы окунуться в эту чудесную, развивающуюся область науки и технологий. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.